Письмо, которое я хотел на вебинаре прочитать. Да, вот оно. Посмотрите, Олеся Вчинникова. Ну, в общем, давайте так, про полёгкие. Если кто-то мне напишет совет, я вам расскажу на следующем вебинаре. А так, в тот самый случай, я могу ответить на 99 вопросов, а сотые не могу, так всегда бывает. Вот. Так. Видите, как? Олеся Вчинникова спрашивает, если есть возможность, выслите каталог по червякам-косикам. Я что делаю в таких случаях? Я отправляю каталог по косикам. Вот. Ни черта не получается. Сейчас покажу и хочу поплакаться вам. Вот это вот погода, которую я любуюсь утром и вечером. Это невозможно, невероятно. 7 ноября, 30 лет назад, я заморозил погреб с картошкой, потому что не закрыл люк. 7 ноября было минус 25. 7. Сейчас мы все вспоминаем, что в сентябре мы ходили, дети идут в школу, уже в это самое, одевались по зимнему. Посмотрите, что делается. Это я вам плачу. Это что, зима? Я не могу нарезать сереньков. Для меня это халтура, видите? И все, это идет до следующего понедельника. Это вся неделя. Еще неделю не могу нарезать. Вот я вам пожаловался. Значит, разделим на две проблемы. Первое. Не ждите, когда черенки... Значит, у меня кососик в море. Но эти знают, что у меня есть все и все. Есть какие-то супер, которые поменьше. И которые, за которыми вы гоняются. Вот. Послевом урожай был, но не было рекордного урожая. Как по абрикосам. То есть, делай, кончится до Нового года. Давайте сейчас быстренько заказывайте костики, кто хочет. Ведь что интересно, да? Раз осталось время, пусть я хотя бы... Ну, вот я поплакался с погодой, да? Поплакался. Сейчас я хотя бы... Сейчас, сейчас, сейчас. Где-то у меня делся этот самый... Хотя бы на тот самый первый вопрос я отвечу. Вот смотрите. Вот это то, что в этом... Вы видели. То, что я перенес сюда. Какова вероятность получить корнесобственное дерево с близкими или лучшими, чем родители, с родными качествами. Если подходить официально, то есть теория, есть практика. Якобы, если бы скрещу... Я отвечаю, но я бы должен отвечать настолько обтекаемо, что вы можете меня послать и сказать, больше я вам вопроса давать не буду. А можете не посылать. Почему? Есть ответы такие, что после того, когда я вам расскажу, у вас от этого знания не прибавится, а прибавится сомнений. Но я обязан это сделать. По менделю, три к одному. Если, допустим, мама, значит, три будут маму. Ну, четыре кошки взяли. А мы себя интересуются, ясно. Семечками культурами очень сложно. Задолго ждать первого рожая. Увидеть связь очень сложно. Соседи так могут изменить качество. Мы же даже не селекционные сады, а все подряд. Значит, ты ждешь, что... От одного родителя ждешь качество, а он совсем сосед оказался. Совсем другой. Да еще может полюбей. Понимаете, вот этот раз, то есть уже вероятность получить с близким и лучшим качеством, уже первый палец загнул. И в сверхшем саду уже меньше. Не исчезающим маленьким, но уже меньше. Поняли? Соседи натворят делок. Теперь. Допустим, все-таки соседи не успели вмешаться. А все-таки два ваших любимых сорта рядом растут. Одно очень морозостойкое, вкусное. Другое еще морозостойче, тоже вкусное. Вот. И вот они, косточки, уже лежит целая банка. И на ней написано, там, Фаина или Академик. А вместо 100-граммовых могут быть 30-граммовых. А почему не в папу и не в маму? Вот в чем вопрос. И дело в том, что есть такая вещь, когда я в нее вынужден не уверовать, а уверовать от слова «вера». Да, на маме висит 100-граммовые плоды. А в нем гены папы. А папа 80-граммовый. Да черт бы с ним, пусть будет это. 80-граммовых. Один из четырех. Три. То есть, вероятно, что три из четырех дерева, новое искусство, куда-то 100-граммовое. Один из 80-граммовых. Черт, из два. Я уловил такую закономерность, которую вы не встретите никогда, нигде. И это самое. Вот. Только у меня, и еще, мы еще уверовали от слова «вера». Мы должны в это поверить, что это реально, что это возможно. Вот. Итак. Второй, это, допустим, как у меня. Я постепенно подхожу. Если у меня было 200 сеянцев, ну пусть 150, все 200 не взошло. Именно шелковицы довел до взрослого состояния 10. 5 мужских отпадает, 5 женских дали плоды. Вот такие вот. И тогда я, как Райкин, задумался. Почему? Во-первых, у меня вымерзли 90%. Но вымерзли на тех, которые более качественные, а значит менее морозостроительные. Произошел отбор на одичание. Понимаете? На одичание. Но тем не менее. Это я еще палец забнул. Отбор на одичание. Чем более дикий, тем вероятность его выжить в прочих условиях. Я получил вот такие вот плодики. Прошло время все под топор ушли. Вот такие плодики, как эти, как ногти. Вот. Дальше. А это еще не все. А теперь берем еще более ценные, более ценные случаи, когда уже никто не мешает. И тот 100-граммовыми плодами, супер-маронстек, это же Железово. И тот, который, его напарник, пусть 80-граммовыми плодами, и пусть уже все-таки связь между ними. И никакой маджуриц плебей не мешался, как тот самый, помните, безродный пес, может испортить всех породистых щук. Сук. Помните этот пример? Он же христианативный. Как суп берегут от этих, от дворняков. Так и тут. Чтобы дворняка не мешался. Маджуриц. Так. Пусть уже точно 100-граммовый. И даже возьму, у меня 100-граммовых, у меня десяток соток. Вот. Их так латинком называют. 100-граммовики. Вот такое интересное название придумал. Чтобы отличать, там, Академик 100-граммовик, Фаина 100-граммовик, Бай 100-граммовик, Королевский 100-граммовик, ну и так далее. Дальше. Что произошло дальше? Я уже, ладно, утрирую, два 100-граммовика, опылили друг друга, и теперь уже все четыре, не три материнских, один отцовский, а все четыре, если я дед сполюбей, а все четыре должны дать из косточек 100-граммовые плоды. Какие-то показать неудобные. Дальше вступают в силу, где это самое, то, что я называю, уже совсем иное качество, присущее. Это мои наблюдения, тысячеразовые. Вот. Я только начал тогда шелковиться, а закончил абрикосами. Это значит, что те самые 100-граммовики в виде косточек, будучи посажены абсолютно негодных для них условиях, например, в Сибири. Вы помните, что у меня все они культурные, привитые? Вот. Помните? А вам что нужно? Так вот, они имеют в генной памяти способность в первом же поколении не задичать, нет, а приспособиться следующим образом. Просто срабатывает программа, и вместо 100-граммовых плодов вы получите одного 100-граммового, три-четыре, вот таких, по 20-30 грамм. Поняли? Ни дерево виноват, ни железо виноват. А природа так устроила. Попав в негодные условия, дерево не дичает, а приспосабливаясь ему, разрушаясь, дать потомство в количестве максимальном. И куда делась ее культурность? А те-те-те-те. А вот, пожалуйста. И вы получили вот такие вот плоды. Причем, я вас не отговариваю. Почему? У меня целая папка. А и там даже есть пару случаев, где, конечно, собственно, даже крупнее культурных. Но там было потеплее, чем у меня в Сибири. Понимаете? Дерево попало и в хорошие условия, допустим. Это была перезимовка, теплая зима, вторая теплая. И у нее не пришлось себе приспосабливаться. Она дала человеку 70-граммовые плоды из косточки, 50-граммовые плоды из косточки. А это уже почти ответ на вопрос. Видите? Близкими. Да, уже с близкими. Но лучше, чем родительские. Таких примеров всего один-два общался. Вот черт-то знает, смог я объяснить или нет. В инстинкте дерево взять и быстро перестроиться. Мгновенно. Караул. Я могу умереть. Пусть у меня будут дети полюбее, но зато они будут, их будет больше, больше, больше. Количеством спаси род. Вот это момент, который нигде, никогда не найдете. Только здесь, только тут. Как говорил этот самый Матинков, Царство Небесное. Вот. Ваше, наше, наше, наше. Вот это вот самое, как он называется так, канал. Самый интеллектуальный в России. Вот пытаюсь оправдать эти слова. Второй вопрос сложнее, пока отвечать не буду. Во-первых, вот такой вот, вот такой. А вы еще скажете, а что уже все? У меня получились 20-30 грамм с ваших 100 граммовиков, с Академика Королевского Своины. И все на этом? Нет, не все. Во-первых, могут восстановиться до 50-80 грамм. Во-вторых, возьмите, пусть даже 20-30 грамм. А на нем написано Академик. Ну, колесо собственное, сельцевое, непривитое. А вы приверьте его, вы будете 30-40 грамм. А еще приверите последовательно, как я добивался. А где вы видели вот эти 100-граммовые природы, науки? Вы помните, это был стандарт, 30-55 грамм, этот, Академик? Это классика, он такой был. Это мы его улучшали. А потом мы еще Латинков взял, мои черенки. Он дискуссиками работал. Ну, взял мои черенки, привел у себя. Я, говорит, сохраню их качество. Чтобы они были такие, какие у вас там. Во! Что-то два. Я их потом не узнал. Так он у нас сохранялся. Но это получились еще клоны, еще лучше. Понимаете? Вот. Так что не бойтесь ничего. Получится 20-30 грамм. Возьмите веточку, привейте. Вот он 40-50. А потом уже с этого дерева, снова, где 40-50 привейте, вернете эти 100-граммовые качества. Вот. Почему? Каждый раз, когда мы... Это тоже... Это будем стать еще один постулат, и хватит еще один. Каждый раз, когда вы прививаете повторно, третий торно, четырёторно, один и тот же сорт, веточка последнего поколения, на тот же, не на тот же подвой, на родственные подвой, вы делаете абсолютно близкое, как это называется, близкое биологическое совместивание до 100%. И после этого они, а подвой же какой-то этот самый, сверхбородостойкий, они не боятся умереть, и они поэтому сохраняют качество родителей, уже в виде клона вперед. И даже наращивают эти качества. Фух. Всё сказал. Больше никогда нигде этого не услышите. Вспомним. Это же самое русский с этим бережевки, шикарным образованием. А у вашего брата, помнишь, Юра, что тебе написали? Снизошли. Сперва оскорбили, а потом, а у вашего брата, значит, в смешанном саду, вот, из косточек получится дикари и жирдели. Значит, всё, что он высылает, это как там было? Обман и мошенничество. Видите, даже я с таким памятью плохой, то бы забрел. Вот это и есть современное садоводство. А это значит, что вы никогда этим путём не пойдёте. Девчата, я же говорил, я вам большие косточки, я подарю, я не буду вам продавать. Пожалуйста. Я же вам показывал. Восемьдесят девятнадцатый год. В двадцать втором году цветут. Что, трудно подождать, что ли? А потом ещё подумайте, стоит ли им самбо делать, а? Ну, вы же не ставили заказ. Зачем вам? Вы так всё знаете. Проверять в своём саду. И что получается? Вот. Естественно, что вас этот вопрос мучает. Вы же не просто написали. Вы написали. Всё-таки мучает вопрос. Но я как мог ответил. Помните, как красавцы выросли эти? Из моей фаины. Ох, это самое. Карташёвой. Карташёвой. Мои ученицы. И она же родитель моего сайта. У Кати. Видели, какие у неё выросли? Из косточек. Она там всё, целый этот, уже свои наблюдения уже, не учёный, не учёный, но такая умница оказалась. Я всегда считал, или ты компьютерщик, или ты садовод. Потому что у одних одна половина мозга работает, а у других другая. И это казалось, что есть люди, у которых обе половинки работают. Даже у женщин. Даже у женщин, они более, вот возьмите Яркина, да, они более талантливы. Вот. Вы знаете, у женских гормонов, это условно не называются гормонами женскими и мужскими, это чисто условно. Это так, просто у одних-одних больше для других. Вот. Вот тут как раз и поэзия, вот тут как раз и лирика, и любовь. Вот. И почему-то в их руках всё расцветает. У нас, у мужиков, не так. Но это, как говорил, этот самый наступил рассвет, Дешахаризада прекращает дозволенные речи. Друзья мои, до свидания. Вот. Покупайте косточки, покупайте семечки, не бойте вот этой вероятности, вот, потому что лучше иметь вместо 100 грамм в 30-50, но не замерзающие никогда. Вот. А кто сказал, что они не получатся? Если у вас относительно хороший климат, или хотя бы первые две зимы, первые две, вот попадёт тёплая, всё. А потом уже всё. Они же, им же надо время приспособиться. Для этого надо время. А так же, как ребёнок, человеческий ребёнок, но уже без помощи, а через год он уже лучше освоился. Пять лет он уже бегает, прыгает, и на голове ходит. Вот так и деревья. Они же дети совершенно. Первый год совершенно без помощи. А мы ему это, отрезаем эти самые ветки. Первые только не успели появиться, уже отрезаем. А? Ольга. Всё. Начинаем с косточек, семечек. По соседям ищем по двое. Вот. Заказывайте черенки, поливайте, не теряйте год. Если не хотите в следующем году это, присылать соболезнования и жалеть, что вы ничего не успели в этой жизни. Кто вам потом пришлёт? Моднера нет, Лозенкова нет. Кто пришлёт вам? То, что осталось только у меня. До свидания, друзья. А вот нет, моим друзьям, чтобы не было мрачных, Собнинска, Брянская область, Селябинска, Красноярска, вот. И с Приморья, отовсюду. Пожалуйста, заводите себе клиентуру, заводите себе этих самых друзей, заводите свои клубы или как их там называют. Иначе мы не победим всё это, чуть не сказал слово Носе, вот, которые зарабатывают деньги, как калеча деревья и наши души. Всё, 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 всё. До свидания, до следующего понедельника. Вот я смог высказаться и, наверное, ещё, ещё продержусь. Пока, друзья, спокойной ночи, сибиряки, дальневосточники, хорошего вечера уграла. Вот, ещё успеть москвичам что-то сделать, я с вами прощаюсь. Нет, я говорю, до свидания. До свидания.